Дорогие друзья, всем привет! Только что опубликовал на Бусти эксклюзивное видео о том, как должен работать в публичный дом на примере одного из клубов в Анжелесе. Видео с девочками и без цензуры. Ссылочку на Бусти вы найдете в описании к этому ролику. Также в описании вы найдете ссылочку на мой телеграм-канал, куда я тоже рекомендую подписаться. А сейчас поехали! С какой девушкой будет интересно успешному мужчине? Она прям знает, слушай, серьезно. Знаток успешных мужчин в инстаграме. Честно, признаюсь, с каждым успешным мужчиной, с которым я общался, я всегда... А вот я думаю, что успешному мужчине, ну адекватному, психически здоровому, в первую очередь, будет неинтересна та, которая ширпотреб. Ну вот, через которую уже поток прошел, потому что эксклюзивности хочется. Ну как бы это нормально, да? А вот ту, которую матросили, 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 все бросили. И вот она такая, я знаток, вот не верю. Извини, не верю. Я не верю, что ты знаешь. Потому что есть, ну так сказать, не первой свежести продукты, не в правилах обеспеченных богатых мужчин. Ну как бы ширпотреб, ну не заходит. Да, задаете вопрос. А назови три качества. Как тебе кажется? С какой девушкой вот интересного вот такому мужчине, как ты? И вы знаете, сколько бы я ни общалась с успешными мужчинами, у всех у них был один и тот же ответ. Это умная, это реализованная и это легкая девушка. Вот один и тот же ответ для вот этих вот лохундр, которые верят в этот бред, в этот синтетический волшебный мир запрещенного инстаграма, или где они там это все, этот кал инфокал смотрят, не знают. Этого всего нет. Это фейк, что вы, не очень умные, да, пошли, взяли в кредит, да, и купили курсы. Лоху курсы для лохушек, не имеющих ничего общего с реальностью, от слова совсем, когда до вас дойдет. Вам врут. Вы никому не нужны. Идите работайте. Который постоянно развивается, постоянно обучается, а на это что? На это снова нужны собственные деньги. Девушка с собственными деньгами для него это показатель того, что ей не нужны от него деньги. Собственные деньги, да, которые она наворовала у предыдущего мужчины. Я вас умоляю, куда-то вас не туда понесло. Наша прекрасная богиня к вашим курсам приходит, к вам на курсы, только с одной целью. Научиться выдаивать оленяку. Найти этого богача, да, и начать с него бабки тянуть. Вот и вся цель наших прекрасных богинь. Я вас умоляю, какие деньги? Ей работа типа противопоказанная, хотя я всегда говорю, иди работай. Она не может, она богиня. У нее космическая энергия выделяется отовсюду. Как она пойдет работать-то? Срочно нужно? Смешно. Ладно, следующее видео. Честно, суп просто нереально вкусный. Я вот смотрю и думаю, ну и умница, и красавица, и самодостаточная, и веселая, и готовит вкусно. Что же с мужиками-то не так? Совет для милых богинь. Отдавайте мужчинам деньги. Будьте полезными для мужчин. И все будет у вас с личной жизнью так. Сейчас в жизни нормального, адекватного, прозревшего мужчины, женщина, если она не приносит ему бабло и пользу, конкретным упрощением его жизни, конкретным упрощением, действиями, она не нужна просто в этой жизни. Это лишняя абуза, лишний груз. Жизни так сложная штука. Причем тут борщ, умница и красавица. Бабло давай, милая. Заноси капусту. Чем больше, тем лучше. Вот так вот. Искренне пугают мужчины, которые отказываются от секса. Когда вот он лежит на блюдечке, тебе положили на двуспальном, все красивое, все мытое. Ну как, нет? Мне подруга говорит, а вдруг он не был готов. Как? Как? Мужчины всегда готовы. Это нам там надо полсталона красоты, да? Сходить, все купить, все сделать. А у мужчин, что у вас там из обязательного? Красиво ложить член боксеры. Открой секрет. Ты просто не заслужила секс, милая. Мало денег даешь мужчине, мало его обеспечиваешь. Он утомился в этой жизни, а ты как хотела. Теперь надо секса заслужить прекрасным богиням тоже. Пчелками идите летите, трудитесь. И денежку все, мужчина. И тогда у вас будет регулярный чпокинг. Вот так вот. Раньше, значит, с родителями живешь, да? В туалет сходила, вот это, подписала. Вот так вот туалеточку берешь. Вот так вот рулон отматываешь. Ну и чтоб наверняка вот там все, чтобы было сухонько. Положить одна, вот так вот туалетку берем. Два квадратика, лучше один. Ну ладно, пусть будет два, пошикуем сегодня. Вот так вот аккуратно, аккуратно складываем, да? Если рука намокла, ничего страшного, помоешь. Денег столько нет на туалетку. Это трэш, трэш. Наши прекрасные богини и их актуальные жизненные проблемы. Открою лайфхак. Можно вообще без туалетной бумаги. Взяла и помыл. Сразу, сходу, так сказать. А вообще идите, наши богини, работайте. Работайте. Графини и герцогини, императрицы, буронессы. Работайте. Не хватает денег, зарплаты с одной работой. Устраивайтесь на вторую, на третью. И так далее. Вот так вот. Уважаемые мужчины, я хочу попросить прощения за свое поведение. Поведение всех женщин в период ПМС. Потому что, ну, раз в месяц не одни вы страдаете. Мы тоже страдаем. Для нас это тоже не праздник. То есть нет такого, что мы все женщины такие, о, ПМС, воистину ПМС. Нет, нет, мы так себя не ведем. Поэтому вы с безопасного расстояния, раз в месяц, просто кидайте в нас шоколадки. И все, и все. Просто я нашла свою ПМС-ку. Да. Зачем такие сложности? Можно просто не допускать в свою зону комфорта подобных личностей. Ну, то есть вообще, как бы, есть, когда все там работает. Прибежал, нужду справил, и все. И пока, и пошел своими делами заниматься. И не надо шоколадками кидаться. Для чего это нужно? Шоколадку я лучше сам съем. А вот так вот, лайфхак. И как же ты это понял? Писька встала. Ох, встала, все. Любовь проснулась. Ты че, отношения хочу? Ну, чтобы постоянно иметь доступ к величинно-следственному месту. А то, что за это придется платить долгих 18 лет потом, так это потом. Главное, чтобы сейчас дали кусочек ваджайны. Жара вообще. Ох уж эти оленяки. Ведутся на свои гормональные скачки. Вообще, гормоны, конечно, с мужчиной делают жестокие вещи. Вообще, не только у наших прекрасных богинь есть вот это вот все гормональные изменения. Ну, и у мужчин тоже. Давят они в известном месте, так сказать. И мужчина зачастую теряет, к сожалению, над собой контроль. Поэтому надо регулярно ходить, справлять вот эту самую нужду. Для этого есть профессионалки. Ну, вообще, разные способы. Как бы сходил, скинул полчонку. И все. Легкой походкой, облегченный. Пошел заниматься своими делами. Счастливый. Облегчился в хорошем смысле. Вот так все просто. Не надо держать все в себе. Жай, жай, жай. Слышь, слушай. А скажи, а шо б ты вот делал, если б я вот выиграл в лотерею вообще вот так вот? Деньгами? Ну, конечно, деньгами. Ну, забрал тебе половину выигрыша и с*** будет тебя. Ты серьезно? Да. Супер вообще. На. Я сегодня 200 гривен выиграл. Собирай шмотки. Давай, сваливай. Ну. Ну, что я пошутила. Да, я все не пошутила. Ну, что ты начинаешь? Ну, дурак что-то. Ну, что ты начинаешь? Вот если бы там было 10 миллионов долларов, тогда бы шутка оказалась вдруг не шуткой. А так, ну, конечно, я пошутил. Ну, что ты начинаешь? Давай уже, иди, друг. Работай. Баблишка, давай. Чего ж вы с собой делаете-то, а? Это что такое? Боже мой, ребят. Что это вообще такое? Как это вообще? А как кушать потом? Я уж молчу про все остальное. Кушать-то? Как это вообще? Я не знаю. Я надеюсь, это какой-то фейк. Это грим, может, для какого-то фильма ужасов. Ужас какой. Кошмар просто вообще. Честно, кошмар вообще просто. Дай угадаю. Хочешь разбогатеть? Тогда тебе нужно знать одну вещь. Не бойся больших расходов, а бойся маленьких доходов. Видимо, речь про маленькие доходы у некоторых оленяк. Бедные наши современные богини. Они мучаются. Богатый олень закончился вдруг. Не знают, что делать. Где же он настоящий мужчина? Сейчас уже, правда, говорят нормальный. Или даже просто мужчина без травм. Ну, не тот, кого уже ободрали, который понял вообще, в чем прикол-то. А такой наивный, обеспеченный. Ну, естественно, чтобы до колена и два метра ростом. А его нету. Принцев нету. Вот они и мучаются. Бедолажки. Берегите себя и будьте счастливы.